Всем привет! Вы на канале InetComp и сегодня мы решаем проблему со звуком. Если у вас пропал звук на компьютере, то это конечно очень плохо. Нужно как можно скорее разобраться, почему так произошло и решить быстренько эту проблему. Причины внезапного отсутствия звука могут быть очень разные. Это может быть вообще что угодно, поэтому мы рассмотрим 10 самых популярных причин. Я вас сразу попрошу, вы пожалуйста не торопитесь, прежде чем писать в комментариях мол Сергей, что делать, у меня нет звука на компьютере, ничего вообще не помогает, помоги мне срочно. Вы сначала посмотрите это видео и проработайте все 10 шагов. Я уверен на 99% что дьявол кроется в одной из рассказанных здесь причин. Первое. Регуляторы громкости. Начнем как обычно с более простого, а закончим сложным. Итак, обратите внимание на значок громкости в области уведомления и нажмите по нему. Здесь естественно ползунок громкости должен стоять как минимум на середине. Убедитесь, что он не в самом низу. Но если допустим у вас иконка громкости вот с таким вот запрещающим значком, то означает это, что звук в системе вообще полностью отключен. Нажмите по нему и звук снова появится. Далее нажмите по значку громкости правой кнопкой мыши и перейдите по пункту «Открыть микшер громкости». Здесь тоже у нас должно быть все включено. Если вдруг какой-то из ползунков в самом низу, то переместите его как минимум на середину. И тогда звук из колонок появится. Ну и естественно не забудьте проверить звук на самих колонках. И еще убедитесь, что в них не вставлены наушники. Если они там есть, то само собой нужно их вытащить. Второе. Устройство воспроизведения. Итак, продолжаем искать ответ на вопрос, почему пропал звук на компьютере. Сейчас нам надо зайти в те устройства, которые отвечают за воспроизведение звука и все там проверить. Жмем по значку громкости и переходим в устройство воспроизведения. В открывшейся программе находим в списке устройств свои динамики и проверяем, чтобы там стояла зеленая галочка. Если не дай бог ее нет, то нужно нажать по устройству правой кнопкой мыши и выбрать пункт использовать по умолчанию. Если же здесь у вас динамики подсвечены вот таким вот образом серым цветом, а статус стоит отключено, то исправить это легко. Нажимаем по ним правой кнопкой мыши и выбираем пункт включить. Ну и естественно опять же не забываем сделать их по умолчанию. Ну бывает еще, что здесь вообще нет наших динамиков, они типа не отображаются. В таком случае здесь по пустому месту нужно нажать и выбрать пункт показать отключенное устройство. Динамики после этого отобразятся и их можно будет включить, как я уже рассказал, а потом сделать по умолчанию. Третье. Проверить звуковую карту. Нужно быть уверенным, что звуковая карта включена. Если в колонках звука по-прежнему нет, то этот момент тоже надо проверить. Нажмите по разделу компьютер правой кнопкой мыши и откройте свойства. Слева перейдите в диспетчер задач и в новом окне, когда диспетчер задач запустится, нам нужно найти звуковое устройство. Вот они. И внутри включите свою звуковую карту, если вдруг она отключена. Ну возможно она уже была включена, а может вообще ее здесь нет. Случаи бывают разные. Если у вас звуковая карта не отображается, но есть раздел другие устройства, например аудио устройство на шине, а рядом желтый восклицательный знак, то это означает, что драйвер слетел и его нужно заново установить. Об этом я расскажу в следующем пункте. Четвертое. Установить драйвер на звук. Итак, если вы определили, что звук у вас на компьютере пропал по причине того, что нет драйвера, то нам нужно естественно его заново установить. Давайте сейчас этим и займемся. Но для тех, у кого этот драйвер есть, я все равно советую его установить, так как скорее всего у вас предыдущая версия уже устарела и она обновится более свежей. Для начала определим, какой драйвер нам нужно скачать. Давайте вернемся в диспетчер устройств и нажмем два раза по звуковой карте. В новом окне перейдите на вкладку «Сведения». Здесь найдите, вот он раздел «Свойства» и выберите пункт из списка «ID оборудования». И вот тут появится несколько значений. Нам для начала понадобится первое. Давайте его скопируем. Далее идем на сайт devid.info и в строку поиска вбиваем данное значение. И выполняем поиск. Этот сайт подберет для нас наиболее подходящий драйвер и нам останется скачать самую последнюю версию под свою Windows. Мне в данном случае предлагают скачать драйвер 2016 года. А если вот мы вернемся в диспетчер задач и посмотрим, какая сейчас версия драйвера, то мы увидим, что здесь устаревшая уже версия, это июнь 2015 года. В таком случае желательно обновиться. После скачивания драйвера я запускаю либо установочный .exe файл, если он имеется. Но если драйвер был скачан в каком-то другом формате, то он устанавливается немножко по-другому. Нужно через диспетчер задач на вкладке драйвер нажать обновить и уже после этого выполнить поиск драйверов с помощью встроенной сюда программы. Здесь я нажимаю обзор и указываю путь, где лежит драйвер. Нажимаю далее. Установка будет выполнена, а по окончанию версия драйвера обновится. Но установка драйвера на звук это еще не все. Для тех, у кого стоит звуковая карта Realtek, а она стоит почти у всех, я рекомендую установить вспомогательную программку. Она называется Realtek High Defender Audio Driver. И она очень помогает при работе со звуком. Если, допустим, у вас пропал звук на компьютере, то опять же после установки Realtek High Defender Audio Driver проблема с большой вероятностью может решиться. Итак, скачайте этот Realtek и установите. Установка проходит в два этапа. Сначала программа копирует нужные для нее файлы и предупреждает, что компьютер будет перезагружен. А уже после перезагрузки драйвер полноценно продолжает свою установку и устанавливает. По завершению компьютер опять надо будет перезапустить, чтобы все изменения вступили в силу. В итоге мы увидим рядом с регулятором громкости новый значок. Вот он. Это маленькая колонка, которая говорит о том, что программа уже работает. Ее можно запустить и смотрите, тут даже можно выполнять некоторые настройки. Но об этом не в этом уроке. Пятое. Подключение к компьютеру. Итак, если звук все равно не заработал, то вот вам еще одна причина, время от времени встречающаяся и вот ее способ решения. Итак, разверните системный блок и проверьте, чтобы кабель от колонок полностью был вставлен в соответствующий разъем. Почти всегда он подсвечен зеленым цветом, этот разъем для колонок. Проверьте, чтобы кабель был плотно вставлен в этот разъем. И вообще для перестраховки я советую вам его вытащить и снова вставить. Шестое. Служба Windows Audio. Иногда бывает, что звук пропадает из-за сбоя в службах. Итак, давайте проверим, что там все в порядке. Чтобы быстро открыть службу, нажмите горячую клавишу Win plus R и в строку поиска введите вот эту команду. Я ее скину в описании под видео, чтобы удобно ее было скопировать и вставить. Итак, службы запущены и здесь нам нужно найти Windows Audio. Опускаемся чуть-чуть ниже и находим ее и смотрим, чтобы в пункте состояния эта служба работала. Если вдруг она не работает, то жмем по ней правой кнопкой и открываем свойства. Выбираем тип запуска автоматически. Потом жмем применить, запустить и окей. После этого желательно перезагрузить компьютер и проверить звук. Если он не заработал, то идем дальше. У меня еще 4 возможные причины. Седьмое. Проверка колонок. Конечно, вы, наверное, уже 100 раз все перепроверяли, крутили вот эти регуляторы громкости на колонках, но я не могу пропустить этот пункт, так как, ну, бывает, что где-то проводок отошел, колонки в розетку забыли вставить или, допустим, если это не рабочие наушники, то наушники сломались и тому подобное. И пользователь сразу бросается в панику, что делать, нет звука, что же произошло. Подключите колонки, в которых пропал звук, к другому компьютеру или ноутбуку. Так будет намного надежнее, если вы проделаете эту процедуру, то вы на 100% будете уверены, что ваши колонки не сломались, это уже будет намного проще. Ну, то же самое касается и наушников, если звука в них тоже нет. Восьмое. Настройка звука в биос. Этот шаг для тех, кто вот недавно производил какие-то изменения в биосе. Если вы в биосе что-то поменяли, то есть вероятность, что вы случайно отключили функцию, которая отвечает за звук. Перезагрузите компьютер и зайдите в биос. Обычно на вкладке Advanced нужно найти пункт High Device Configuration. Здесь звук должен быть в режиме Enabled. Если вдруг стоит Disabled, то его меняем на указанной и после этого сохраняем заменение с помощью клавиши F10. Девятое. Вирусы. Если у вас засел какой-то жесткий вирус, то это 100 пудов он навредил нашему компьютеру. Надо все вредоносные программы удалить. По этой теме рекомендую посмотреть один из моих видео уроков. Ну, конечно, из-за вирусов редко пропадает звук, но это тоже случается, поэтому этот шаг тоже нужно проработать. Десятое. Восстановление системы или переустановка Windows. Если у вас пропал звук на компьютере внезапно, и вы даже знаете, в какой день это произошло, и после какой операции, то можно все вернуть на свои места, выполнив откат системы. В Windows есть такая крутая фишка, как восстановление системы, и сейчас я вам расскажу, как ее можно запустить. Откройте пуск, и в строку поиска введите запрос «Восстановление системы». Запустите найденную программу. Здесь нам сразу могут порекомендовать выполнить откат последних изменений, но если вы знаете точную дату, когда пропал звук, то лучше, конечно же, выбрать другую точку восстановления. А уже на следующем шаге нужно указать дату, к которой будет восстановлен комп, и нажать «Далее». Указываем здесь диск и жмем «Готово». Компьютер перезагрузится, и будет выполнен откат сделанных системе изменений. А в самых печальных случаях, когда восстановление системы не помогло, или оно вообще было отключено, вас тогда может спасти переустановка Windows. Это, мне кажется, самая последняя попытка вернуть звук на компьютере. По теме переустановки Windows я вам советую ознакомиться вот с этими видеоуроками. Также ссылочки будут в описании под видео. Ничего не помогло. Я надеюсь, вы тщательно проработали все 10 описанных шагов, прежде чем добрались до этого момента. Но если вы вдруг сразу решили перемотать до этого момента и посмотреть, что делать, если вообще ничего не помогает, то, конечно, вы это делаете зря. Я настоятельно рекомендую проверить звуковую карту, службу аудио, установить драйвер или обновить его, восстановить систему и тому подобное. Уже после этого смотреть далее. Но если вы уже все это проделали и вам ничего вообще не помогает, то остается отнести компьютер мастеру и пусть уже он смотрит. Скорее всего, у вас сломалась звуковая карта и нужно ее будет заменить. В любом случае, как бы там ни было, я попрошу вас вернуться на эту страницу с видео и написать в комментариях, как вам удалось решить проблему со звуком на своем компьютере. Чем больше будет комментариев, тем понятнее будет, куда копать в первую очередь. На этом все. Вы были на канале InetComp. Я желаю вам удачи. Субтитры сделал DimaTorzok